Никого не покинуть поза увагой. Доброчинный марафон «Наши дети» протягивается. Новогодний баль пройшел в Аулуковской допоможной школе-интернате, где научаются дети с тяжкими захворываниями. С удельниками свято познайомились наши корреспонденты. Эту установку с оправдой можно назвать домом для всех 125 выхованцев. Самому молодшему из них 5 годов, старшему – 17. Переважная большинство имеет группу инвалидностей и потребует постоянного догляда, який немагчимы оказать у домашних умовах. По этой причине навыд и выхованцы, які мают батьков, не выезжают до них, а батькам наведать детей в школе-интернате не забороняется. Правда, селета были и пылные обмежавания, выкликанные пандемией коронавирусу. Мы мало куда ездили. Дети в летний период остались все дома в школе, имеется в виду. Они никуда не уехали. Только в лагерь мы смогли выехать в летний период. Но мы учились жить в этих условиях коронавируса. Но вместе с тем я хочу отметить, что в этих непростых условиях нам удалось сохранить самое главное – это здоровье детей. Наши дети все здоровы. Для выхованцев, які не мают особливо тяжкие захворывания, уроки прессы – обовисковые. Гэтые навыки дозволят им после закончения учебы отримать профессию у средних специальных установах. Правда, в апошние дни больше уваги тут надавали подрыхтулцы до новогоднего балю. Уся разом упрохоживали школу и проводили репетиции. Писали пожедания Деду Морозу об чекаемых подарунках. Хоть нечего вельми дорогого не просили. Я репетировала снежинки и котов. Я себе хотела заказать бюгуди для волос. То, что Дед Мороз подарит, то я хотел бы получить. У Луковская допоможная школа-интернат установа незвычайная, тому працевать тут могут далеко не усе. Экатых детей необходимо по-соправдным любить. Только в таком случае они продемонструют усе свои лепшие якости. Подчас подрыхтывки до Нового года и суместных репетиций, дети и дорослые стали еще больше близкими. В росте во всех сегодня одна мета – подарить выхованцам радость. Без подарунка не застався никто. Спонсорами свята стали мясовые предприемства и предпринимальники. Очень активно предприятия помогли. В этом году это были не только конфетные варианты подарков. Это были подарки, которые дети хотели. Это игрушки, это констовары, это гигиенические принадлежности. В общем, желание детей по большому счету реализовывали предприятия и работники всех организаций. И бюджетные, и небюджетные. Сверчастные очень много приняли. У нас агроусадьба на территории района тоже очень активно приняли участие в этих подготовительных мероприятиях в рамках акции «Наши дети». Что тоже приятно.